Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня я хочу показать вам простой опыт с интерференцией звуковых волн. Обычно в курсе физики показывают опыты с интерференцией световых волн. Вот картинка из нашего ролика интерференция света на двух щелях. Здесь видны интерференционные полосы, построенные для зеленого лазера и для красного лазера. Длина волны зеленого и красного лазера разная, но и поэтому расстояние между полосами разное. А для наглядности этот опыт дополняют также опытом с интерференцией волн на поверхности воды, когда два источника колеблются в такт. Ну и соответственно, есть такие места, куда волны от этих источников приходят и тоже колеблются в такт. Ну и соответственно усиливают друг друга. И при этом разность хода должна быть равна нулю или целому числу волн. А есть такие места, куда волны от этих двух синфазных источников приходят в противофазе и ослабляют друг друга. Ну и в таких местах разность хода должна быть равна целому числу волн плюс еще половина длины волны, чтобы волны пришли в противофазе. Чтобы получить все те же картинки со звуком, желательно, чтобы длина звуковой волны была относительно небольшой. Поэтому я буду пользоваться вот этими двумя ультразвуковыми излучателями, которые работают на частоте 40 кГц, и соответственно их длина волны составляет чуть больше, чем 8,5 мм. Ну а теперь само измерение. Я не спеша кручу рукоятку датчика положения. При этом датчик громкости звука проезжает по горизонтали мимо работающих ультразвуковых излучателей. И на графике мы видим прекрасные интерферационные полосы. Так что эксперимент удался. Ну и в принципе можно было еще чего-нибудь интересного устроить. Например, у меня вот здесь есть два независимых выхода. Можно было с одного из них на один излучатель подать 40 000 Гц, а на другой с другого 40 000 и 1 Гц. И тогда уже не в пространстве, а во времени, в любой точке пространства наблюдались бы биения с периодом в одну секунду. Звук то нарастал бы, то угасал бы. Ну правда, ухом бы мы этого не услышали, но датчик громкости звука нам об этом сообщил бы. Ну и вообще говоря, надо сказать, что биение – это в каком-то смысле та же интерференция, только уже не в пространстве, а во времени. Ну и теперь я задам вам заключительный вопрос. Вот мы работали с ультразвуком, который ухом не слышен. А можно ли ушами услышать интерференцию звука от двух когерентных источников на более низких частотах? Случалось ли вам такую интерференцию наблюдать? Ваши соображения по этому поводу пишите в комментариях к этому ролику на ютубе. Субтитры создавал DimaTorzok